Проезд во всех видах общественного транспорта в Севастополе будет стоить одинаково. В планах переход на единый регулируемый тариф. Кроме того, льготные категории граждан смогут бесплатно ездить на любом транспорте. Среди перевозчиков проведут конкурс. Деньги на него запланированы в поправках к бюджету на этот год. Это 185 миллионов рублей из собственных дополнительных доходов города, которые образовались в основном за счет роста налогов на доходы физических лиц. Фактически в городе будет один единый работающий на всех маршрутах тариф. И, наконец, нам удастся одним из условий этого конкурса на переход на регулируемый тариф будет обязательство перевозчиков возить все льготные категории, чтобы уйти от действительно беспредельных ситуаций, когда отдельные перевозчики высаживают ветеранов войны и другие льготные категории. В проекте изменений в бюджет именно транспорту особое внимание. Деньги выделят ИСЕФ «Электротрансу» на оплату новых троллейбусов, а также на покупку машин для социального такси. Средства «Севастополь» получат и из федерального бюджета. Почти 550 миллионов рублей из резервного фонда президента на ремонт дорог. А еще 170 миллионов рублей на медпомощь. Из них 100 – на лекарства для льготников. Самый большой транш – более 3 миллиардов – уже был предусмотрен в бюджете «Севастополя». После корректировки главного финансового документа страны эти деньги поступят в город. Дотация на сбалансированность в объеме 3 миллиарда 28,5 миллионов рублей – это та сумма, которая была губернатором города и обоснована при утверждении бюджета. И, соответственно, сегодня предусмотрено, по нашей информации, проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный бюджет, который размещен на сайте. На заседании правительства Севастополя поправки в бюджет одобрили. Далее дело за депутатами законодательного собрания. Также поддержку правительства получил законопроект о прогнозном плане приватизации. Данный проект и, соответственно, закон необходимо было разработать и принять совместно с утверждением бюджета на данный плановый период. Однако в декабре прошлого года был внесен данный проект, но он не принят был законодательным собранием. Поэтому мы выходим повторно с инициативой о принятии данного закона. Один из предусмотренных в законе о бюджете источников пополнения казны города – продажа госимущества на сумму более миллиарда рублей. Законопроект о прогнозном плане приватизации предполагает продажу акций бывших губов. Это позволит решить сразу две задачи – пополнить бюджет и привлечь инвесторов для восстановления неэффективных предприятий. Ключевой проект здесь – продажа акций Севтелекома. О необходимости реорганизации предприятия говорили неоднократно. Севтелеком, не совсем эффективный управленец, нуждается в привлечении инвесторов. Потому что отвечать за действия в отношении Севмобайла, в отношении программы технического перевооружения можно, но это всегда будет требовать постоянного внимания или дополнительного субсидирования в случае неэффективной деятельности предприятия. Есть и второй вариант заполнить брешь в бюджете. Если закон не будет принят, придется продавать земли города, в том числе сельхозназначения. Предлагая сейчас этот законопроект на рассмотрение законодательного собрания, речь идет об альтернативе. Либо исполнение плана по доходам путем реализации долей и акций в хозяйственных обществах, принадлежащих городу, либо выполнение этого же плана путем реализации земельных участков, что не требует принятия закона о прогнозном плане приватизации. Законопроект будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание в ближайшее время, и уже депутатам предстоит выбрать, что лучше для города – продавать земли или же принять закон и продавать акции предприятий инвесторам, которые к тому же будут развивать приобретенные компании и повышать тем самым качество услуг для севастопольцев. Марина Кравцова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.